Это архивное видео. Ему уже 24 года. Но и спустя почти четверть века смотреть его страшно. Сердце так и щемит. 10 февраля 99-го. Страшнейшие кадры пожара. Они облетели всю страну. Все случилось около 6 часов вечера. На рабочих местах особенно много было сотрудников. Покинуть здание, которое возгорелось как спичечный коробок, смогли не все. 57 погибших. Это траурный список. Огонь полностью уничтожил здание УВД. Его восстанавливать не стали. Сейчас там вечный огонь и мемориал с именами жертв пожара. На месте трагедии возложили цветы. Близкие друзья погибших, а также сами пострадавшие и неравнодушные жители города пришли почтить память. 10 февраля 99-го года. Я из здания вышел буквально за 10-15 минут до начала всей этой трагедии. Нужно было сделать программу. Называлась она «За строкой закона». Как раз обрабатывали там один из сюжетов. И буквально через 10 минут после этого вбегает в клуб Дзержинского. Там была у нас студия. Мой сотрудник говорит, Юрий Иванович, там такое творится. Конечно, беру оператора, бежим сюда, а тут уже полыхает. Со стороны улицы Куйбышевска второй этаж горит, а третий перекидывается. Попрыгивают люди. Очень сложная ситуация, в которой не знаешь, чем помочь. Главк располагался на улице Куйбышева, 42. Огонь распространился за считанные минуты по всему зданию. Пожар начался в конце рабочего дня. В здании в этот момент было, по разным данным, до 400 человек. Люди прыгали из окон, лишь бы спастись от огня. Многие просто разбивались. Та трагедия не забыта. Мы помним их имена. Хочу сказать, что некоторых из них я знал лично. Погиб здесь и сотрудник, который был мужем моей одноклассницы. И, конечно, этот день не случайно стал днем памяти всех погибших при исполнении. В тот день наши товарищи были при исполнении. Как мы знаем, до конца остались настоящими людьми. Людьми с большой буквы. Настоящими офицерами. Готовыми, в том числе, к самопожертвованию для того, чтобы спасти своего товарища, спасти человека. Здание горело до глубокой ночи. Только на следующий день, 11 февраля, спасатели смогли приступить к разбору пепелища. Очаг возгорания находился на третьем этаже. Учитывая его конструктивные особенности, в частности, пустотные перекрытия, огонь и дым в считанные минуты отрезали пути эвакуации. Свидетели вспоминают, огонь был такой силой, что, казалось, горит небо. Беспрецедентная трагедия, в результате которой погибло 57 сотрудников милиции. 336 сотрудников получили ранения различной тяжести. Вся Самара отреагировала на эти события. Власти Самарской области оказали серьезную помощь. Эта трагедия подвесла все уголки России. Во всех милицейских коллективах был организован сбор денежных средств. Память об этих событиях остается в наших сердцах. Коллеги-очевидцы и просто неравнодушные ежегодно 10 февраля у здания бывшего ОВД вспоминают сотрудников тогда еще милиции, погибших при исполнении служебного долга. 17 февраля 1999 года указом президента страны был объявлен общенациональный траур. Субтитры создавал DimaTorzok